Участие в совещании принял и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Следующий год в России объявлен годом экологии. И от ее состояния, как заметил президент России, зависит экономическое благополучие государства. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей и до 15%. Ключевой вопрос достижения кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву. Прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших, так называемых, наилучших доступных технологий. Ключевой вопрос достижения кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоемы и в почву, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Обезвреживание отходов производства и потребления президент назвал одной из важнейших задач. Сейчас общее количество мусора свыше 30 миллиардов тонн. Свалки занимают почти 48 тысяч гектаров. В инвестиционной политике Краснодарского края уже сделали акцент на проекты так называемой «зеленой экономики», заявил глава региона. Концепцию предприятий, связанных с безотходным производством и переработкой мусора, представят на февральском форуме в Сучи. Экологические проблемы нужно решать не завтра, а уже сегодня, потому что завтра уже будет поздно. И, коллеги, давайте понимать, что сегодня отчасти мы живем в долг, мы берем долг у наших последующих поколений. Надо об этом понимать, давать себе отчет, в том числе и нашим промышленникам, тем, кто занимается и в сельском хозяйстве, и в том, что мы должны оставить после себя здоровую экологию. Сегодня основное зло, если можно так сказать, которое оставляет человек, повседневность своей жизнедеятельности – это мусор. И сегодня мусор необходимо не просто отвозить, эти места тоже закончатся, отведенные сегодня под сывалки, под мусорки. И этот мусор нужно перерабатывать, должна быть создана система заводов. Министерством природных ресурсов Кубани в рамках грядущего года экологии разработан план мероприятий. В него войдут действия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и по внедрению экологически эффективных инновационных технологий. Также в течение девяти лет в Краснодарском крае планируется создание 40 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Особо охраняемые природные территории, они уже определены, в нашем крае они очерчены. И, поверьте, никто не будет подвергать границе, установленной сегодня наших природоохранных территорий. Нужно речь вести о том, чтобы мы ужесточали природоохранный режим и максимально сохранили вот то зеленое наследство, которое мы получили от наших предков. Всего на территории Краснодарского края функционирует 389 особо охраняемых природных территорий. Елена Авсецна, телекомпания ФКТ.